Я сконцентрируюсь на сугубо практических и очень узких вопросах использования ядерной медицины для планирования лучевой терапии. Вроде бы это немножечко такая тема экстравагантная и может показаться очень узкой, но я надеюсь, что к концу моей короткой презентации станет понятно, что это огромное поле деятельности, которое имеет огромное клиническое значение. Если говорить вообще в принципе о лечении больных раком молочной железы, то начать мне хотелось бы с больных, которым мы проводим парциальную лучевую терапию. Это очень интересный, очень перспективный, очень быстрый и эффективный метод лечения ряда больных раком молочной железы. Но когда мы отбираем больных для проведения парциальной лучевой терапии, это как правило пациенты ранними стадиями рака молочной железы, то для нас чрезвычайно важным вопросом является наличие или отсутствие мультицентричности процесса. Потому что, конечно, у больных мультицентричным раком молочной железы мы не можем себе позволить проведение парциальной лучевой терапии и должны использовать стандартные методы облучения всей ткани молочной железы. Вот для этой цели мы на протяжении уже очень долгого времени, более 10 лет, используем мамосантиграфию или сантиграфию молочных желез, можно и так, и так ее называть. И в прошлом году было закончено достаточно большое ретроспективное исследование Антонины Викторовны Черной, которое сравнивало возможности мамосантиграфии, мамографии и комбинации этих двух методов. Там еще мы немножко проанализировали возможности ультразвукового исследования, но вот в представленные данные ультразвуковое исследование не вошло. Что мы обнаружили? Первое и самое главное, мы обнаружили, что мамосантиграфия оказалась значительно более чувствительной, чем мамография в диагностике мультицентричного рака молочной железы. По сути дела, в два раза чаще с помощью мамосантиграфии мы выявляли мультицентричный рак молочной железы. В принципе, это, наверное, не очень удивительно, потому что уже известно было до этого, что магнитно-резонансная томография, например, может тоже существенно увеличить точность диагностики мультицентричных и мультифокальных процессов у больных рака молочной железы. Но на что бы я хотел особенно обратить внимание, то, что наряду с этой высокой чувствительностью, мамосантиграфия обладала очень высокой специфичностью и предсказательной точностью положительных результатов. Иначе говоря, у пациентов, у которых мы видим мультицентричный процесс, у которых мы диагностируем мультицентричный процесс с помощью мамосантиграфии, мы имеем довольно низкий процент ложноположительных заключений. И это дает нам возможность более уверенно полагаться на данные этого метода диагностики. И второй момент, который чрезвычайно важен, конечно, это комбинация мамосантиграфии и мамографии, которая дает нам возможность получать очень высокую точность, предсказательную ценность отрицательных результатов. Почему это может быть важно и каким образом это может повлиять на нашу диагностическую и лечебную тактику? Но вот на сегодняшний день у больных, которые являются потенциальными кандидатами для проведения органосохраняющих операций и для проведения парциальной лучевой терапии, мы на первом этапе в обязательном порядке выполняем и мамосантиграфию, и мамографию. И в том случае, здесь, извините, на этом слайде есть ошибка, потому что здесь должна быть мамография, здесь должна быть буква М. Если мы видим изменения хотя бы при одном из методов исследования, либо на мамографии, либо на мамосантиграфии, тем более если мы видим изменения мультисентричных характера процесса по данным обоих методов исследования, то, конечно, эти пациенты, как правило, не подвергаются органосохраняющим операциям, или, по крайней мере, эти органосохраняющие операции должны очень тщательно планироваться, потому что это требует соответствующего уровня, соответствующего объема оперативного вмешательства. Если же мы не видим изменений ни по данным мамосантиграфии, ни по данным мамографии, то эти пациенты подвергаются органосохраняющим операциям, И дальнейшая тактика с точки зрения проведения парциальной терапии, она зависит тоже от результатов этих исследований, потому что в том случае, если мы видим изменения хотя бы на одном из этих методов, либо маммографические, либо мамосантиграфические, то эти пациенты подвергаются обязательно облучению всей ткани молочной железы. В том же случае, когда мы не видим изменения ни по данным маммографии, ни по данным мамосантиграфии, это те женщины, которые могут безопасно подвергаться парциальной лучевой терапии. Таким образом, результаты комплексного обследования рентгенологического и использования методов ядерной медицины, они позволяют нам очень серьезно, очень точно определять тактику лечения этих больных. Второй вопрос, который является безусловно в какой-то смысле слова экстравагантным, но который все чаще и чаще сейчас обсуждается, это возможность лечения больных раком молочной железы без инвазивных вмешательств в подмышечной области, в том числе и без биопсии сигнальных лимфоузлов. Если посмотреть на данные проспективных рандомизированных исследований, а на сегодняшний день их три больших исследования, которые анализировали возможность лечения больных без агрессивных вмешательств на подмышечной области, то мы можем с одной стороны говорить о том, что у больных с микрометастазами в подмышечные лимфоузлы непроведение лимфодисекции не ухудшает локорегионарного контроля и прогнозы заболевания. И мы видим данные о мороз, где было показано, что у больных, у которых имеется поражение сигнальных лимфоузлов, отказ от последующей лимфодисекции в пользу лучевой терапии, тоже не ассоциируется с ухудшением локорегионарного контроля и прогноза заболевания. И, наконец, очень любопытное исследование Z11, противоречивое, его много обсуждают, наверное, одно из самых популярных исследований, достаточно много его и критикуют. Оно показало, что у пациентов, у которых имеется поражение одного-двух сигнальных лимфоузлов, отсутствие какого бы то ни было локального лечения, в принципе, не оказывает серьезного негативного влияния на локорегионарный контроль и на прогноз заболевания. И это послужило основанием к тому, чтобы планировать проспективные рандомизированные исследования. На сегодняшний день мне известно два таких проспективных рандомизированных исследования, которые активно сейчас очень проводятся, где ставится вопрос о том, что может быть у пациентов с поражением одного-двух сигнальных лимфоузлов ни лимфодисекция, ни последующая лучевая терапия на область акселярных лимфоузлов, могут не применяться. В целом, это, конечно, очень перспективный путь и очень перспективное направление развития. Почему? Потому что, конечно, функционально это пациенты, которые... Те пациенты, которым не выполняется лимфодисекция, и те женщины, которым не проводится облучение подмышечной области, с точки зрения функционального результата, они, конечно, имеют очень серьезные преимущества. Основным методом для включения в эти исследования рассматривается ультразвуковое исследование с аспирационной биопсией лимфоузлов, которые являются наиболее подозрительными с точки зрения поражения. Но вот я хотел бы сразу сказать, что метаанализ большого очень объема материала, который был выполнен несколько лет назад, показал, что чувствительность такого рода комбинации ультразвукового исследования и аспирационной биопсии не очень высока, она где-то находится в районе 60%, и, конечно, использование ее для принятия серьезных стратегических решений с точки зрения лечения больных, в общем, может вызывать сомнения. Мы в свое время провели исследование, в котором мы анализировали возможности комбинированной диагностики при использовании технитрила, метоксии изобутилозанитрила, в диагностике поражения подмышечных лимфоузлов у больных ранним раком молочной железы. Предварительный анализ, который мы провели у 50 больных, показал, что комбинация анатомического и функционального метода дает, с одной стороны, не очень высокую чувствительность, но позволяет с очень высокой точностью определять тех женщин, у которых мы не видим поражения лимфоузлов, кроме сигнальных. Это очень важная группа. Более того, по сути дела, это было пилотное исследование, и последующий анализ, который мы провели на протяжении последующих нескольких лет, эта уже группа включала 184 женщины, показал, что действительно аффект КТ или спект КТ с технитрилом позволяет с очень высокой точностью определять тех женщин, у которых риск поражения несигнальных лимфоузлов минимален. По сути дела, не превышает 6%. Почему это может быть важно? Потому что при проведении стандартной лучевой терапии, при облучении женщин после органосохраняющих операций с помощью тенгенциальных полей, мы можем сигнальные лимфоузлы включить в объем облучения. И таким образом, по сути дела, если мы можем твердо быть уверены в том, что у данной женщины очень невысокий риск поражения несигнальных лимфоузлов, то лучевая терапия на область оставшейся ткани молочной железы с включением в поле облучения сигнальных лимфоузлов может быть достаточным методом лечения и может позволить избежать у этих женщин как агрессивных хирургических вмешательств на подмышечной области, так и большой лучевой терапии на всю подмышечную область. При этом в другом исследовании, которое мы проводили параллельно, мы изучали топографию сигнальных лимфоузлов у больных раком молочной железы. Что было интересно, мы обнаружили, что топография сигнальных лимфоузлов в подмышечной области достаточно вариабельна. В большинстве случаев, примерно 80% случаев, сигнальные лимфоузлы располагаются в проекции центральной и передней грудной группы подмышечных лимфоузлов, но вы видите, что примерно в четверти случаев локализация подмышечных сигнальных лимфоузлов в подмышечной области является нетипичной. И поэтому, с нашей точки зрения, если рассматривать вот этот подход, о котором мы говорили, то он требует, безусловно, проведения двух АФКТ-исследований. На первом этапе мы выполняем исследование с технетрилом для того, чтобы идентифицировать тех женщин, у которых мы не предполагаем вовлечение большого, не предполагаем отсутствия поражения несигнальных лимфоузлов в подмышечной области. Это как раз те женщины, которые могут планироваться для такого консервативного лечения в виде органосохраняющей операции и последующей лучевой терапии с облучением сигнальных лимфоузлов вместе с оставшейся тканью молочной железы. И перед этим лечением мы обязательно выполняем исследование с радиоколлоидами для того, чтобы увидеть индивидуальную топографию этих сигнальных лимфоузлов, чтобы они обязательно вошли в поле облучения. Этот подход, в принципе, представляется нам очень перспективным, и мы вот сейчас планируем начать большое перспективное исследование, которое сможет ответить на вопрос, действительно, является ли оно подобный подход безопасным и эффективным. Чрезвычайно интересны, конечно, возможности ядерной медицины при решении вопроса о необходимости или отсутствии необходимости в облучении простернальных лимфоузлов, потому что если говорить о проспективных рандомизированных исследованиях, то данные этих проспективных исследований, это вот одно из исследований, самое большое европейское исследование, в которое вошло более 4 тысяч человек, которое показало, что в период 10-летнего наблюдения облучение простернальных лимфоузлов у тех больных, у которых считалось, что риск поражения простернальных лимфоузлов повышен, это пациенты с медиальной локализацией опухолевого процесса или с поражением подмышечных лимфоузлов. У них наблюдалось примерно 3-процентный выигрыш выживаемости у тех женщин, кому простернальные лимфоузлы облучались. Более скромные результаты были получены в североамериканском исследовании, где облучение простернальных лимфоузлов увеличивало выживаемость на 1,5%. В целом оба эти исследования с одной стороны показывают, и вот это данные метаанализа, который был выполнен на основании проведенных исследований, где было показано, что действительно, если брать все проспективные исследования вместе, то по данным этого метаанализа было показано, что облучение простернальных лимфоузлов у больных с повышенным риском их поражения опухолевым процессом улучшает показатели выживаемости. Но улучшает эти показатели выживаемости достаточно скромно, примерно на 1,5-3%. И становится очевидным, что с одной стороны, видимо, есть те женщины, есть те пациентки, которым облучение простернальных лимфоузлов необходимо, потому что выживаемость увеличивается. Но с другой стороны, мы пока не очень умеем определить именно тех женщин, кому необходимо проводить эту лучевую терапию, потому что на сегодняшний день вот те подходы, которые мы используем, приводят к относительно скромному увеличению выживаемости. С нашей точки зрения мы подумали о том, что мы взяли вообще те большие проспективные рандомизированные и нерандомизированные исследования, которые проводились и посмотрели, с одной стороны, каким образом, какие результаты в них были получены. И с другой стороны, мы высказали предположение, что, может быть, если бы определялись пути лимфотока от опухоли у этих женщин, то мы могли бы более точно выявлять тех женщин, у которых лучевая терапия действительно может привести к выраженному увеличению выживаемости. И с помощью, в общем, не очень сложных подсчетов на основании некоторых допущений, мы пришли к выводу, что если мы сможем точно определять тех женщин, у которых имеется лимфоток в простернальную область, то это может позволить нам более разумно, более зрячее и более точно использовать лучевую терапию для улучшения показателей выживаемости. И в этом случае увеличение показателей выживаемости может возрасти до 5 и в некоторых ситуациях даже до 10%. Кроме того, мы проанализировали ретроспективный свой материал и материал других исследователей и показали, как часто мы можем ожидать поражения простернальных лимфоузлов у женщин с различными клиническими сценариями. Ну, например, у женщин с внутренней локализацией опухолевого процесса, тогда, когда имеются поражения подмышечных лимфоузлов, частота поражения лимфоузлов в простернальной области достигает 13%. И, конечно, если ориентироваться на клинические данные, то это те женщины, которые в первую очередь, наверное, должны подвергаться облучению лимфоузлов этой области. С другой стороны, вторую группу, где мы можем думать тоже о проведении лучевой терапии, являются пациентки с наружной локализацией опухоли, но с поражением подмышечных лимфоузлов. В нашей же повседневной практике мы в большей степени используем другую тактику, когда мы определяем индивидуально у каждой женщины, есть или нет лимфоотток в простернальной области, тем более сейчас появляются нано-коллоиды российского производства, и эта методика становится доступной для всех клиник, по сути дела. Мы определяем с помощью визуализации сигнальных лимфоузлов, есть ли лимфоотток в простернальной области или нет, и есть ли есть лимфоотток в лимфоузлов простернальной области, у данной конкретной женщины она рассматривается в качестве возможного кандидата для проведения облучения этой области. Ну и, наконец, последняя тема, которой бы я хотел коснуться, это возможность лечения рака молочной железы без хирургических вмешательств. Это тема, которую мы начали обсуждать примерно лет 6-7 назад. Почему она возникла вообще? С одной стороны, быстрый прогресс в области лекарственного лечения больных раком молочной железы привел к тому, что при некоторых клинических ситуациях, в первую очередь у женщин с трижды негативным раком молочной железы и у женщин, экспрессирующих рецепторы фактора роста, у этих женщин проведение современных схем противоопухолевого лечения приводит к достижению полного патоморфологического ответа почти что в 30-40% случаев. И, конечно, возникает вопрос, что у этих женщин, у которых достигнут полный патоморфологический ответ на лекарственную терапию, наверное, проведение агрессивного хирургического лечения может быть неоправданным, поскольку, по сути дела, субстрат уже отсутствует. С другой стороны, еще из опыта конца 20-го века, начала 21-го века, мы знаем, что у тех женщин, у женщин с хорошим ответом на системное лечение, проведение лучевой терапии вместо агрессивных хирургических вмешательств позволяет, в общем, по сути дела, достигать тех же самых результатов с точки зрения выживаемости, и общей, и безрецидивной. Безусловно, это очень интересно, и это позволяет нам говорить о том, что, возможно, можно будет использовать такого рода стратегию для лечения части женщин, тех женщин, у кого лекарственная терапия позволяет достигать полного патоморфологического ответа без агрессивных хирургических вмешательств, без мастектомии, может быть, даже без органосохраняющих операций. Но для того, чтобы идти этим путем, в первую очередь, необходимо иметь метод, который позволит неинвазивно прогнозировать полный патоморфологический ответ опухоли на лечение. На сегодняшний день таким методом является аспирационная биопсия, и он нередко используется. Но, как показывает анализ клинического материала, чувствительность, точность отрицательных заключений, и частота ложно-отрицательных заключений при использовании этого метода достаточно большие. Точность отрицательных заключений не превышает 76%, а частота ложно-отрицательных заключений, по сути дела, составляет 25%, то есть четверть случаев. В этом смысле слова мы провели исследование, где мы попытались проанализировать возможности мамосантиграфии для прогнозирования достижения полного патоморфологического ответа у тех женщин, которые проходят системную лекарственную терапию. Предварительные результаты, которые мы получили, показали, что если мы выполняем мамосантиграфию до начала лечения и дальше после двух-трех циклов неодевантной полихимиотерапии, то мы можем предсказывать достижение полного патоморфологического ответа с чувствительностью примерно 85%, это не очень высокая чувствительность и специфичностью, которая приближается к 95%, что чрезвычайно важно. Это значит, что те женщины, у которых мы прогнозируем достижение полного патоморфологического ответа, при морфологическом исследовании, после того, как закончена неодевантная полихимиотерапия и выполнено хирургическое вмешательство, действительно имели этот полный патоморфологический ответ. Более того, когда мы уже чуть позже проанализировали возможность этого метода, тогда, когда мы выполняем мамосантиграфию, до начала лечения, после второго-третьего цикла, и последнее исследование выполняется уже после окончания неодевантной полихимиотерапии, то вы видите, чувствительность здесь существенно увеличилась, но это, наверное, логично, потому что часть тех женщин, которые еще не дали полного ответа после двух-трех циклов неодевантной химиотерапии, они демонстрируют полный ответ уже после завершения неодевантного лечения. Надо сказать, что рок-анализ тоже показал достаточно высокую информативность этого метода, и мы высказали предположение, что мамосантиграфия может использоваться для того, чтобы предсказывать полный патоморфологический ответ у женщин, получающих системное лечение, у женщин, страдающих от рака молочной железы и получающих системную неодевантную полихимиотерапию. Надо сказать, что мета-анализ, который был выполнен пару лет, два года назад и опубликован в журнале «Ядерная медицина», в английском журнале «Ядерная медицина», он показывает, что действительно методы «Ядерная медицина» обладают высокой чувствительностью и достаточно высокой специфичностью при предсказании полного патоморфологического ответа опухоли на проводимую неодевантную полихимиотерапию. Это дало нам возможность предположить, что вот такой алгоритм лечения этих женщин может в будущем быть чрезвычайно интересным для исследования в проспективном одноцентровом исследовании. Мы предлагаем следующую схему. Больные, которые получают неодевантную полихимиотерапию, им выполняется мамосантиграфическое обследование. У тех женщин, у которых мы видим по данным мамосантиграфии и по данным дополнительных методов исследования высокую вероятность достижения полного патоморфологического ответа, эти женщины в будущем, может быть, могут не получать агрессивного хирургического лечения, ограничиваться облучением всей ткани молочной железы с дополнительным облучением ложи опухоли с помощью брахиотерапевтического метода. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова